какое событие библии самое важное вот Самое важное, вот если взять из всей Библии, самое важное событие, которое там есть, по-вашему? Ну, только, по-моему, Библия так вопрос не ставит никогда. Самое важное событие в Библии, знаем мы вначале, сотворил Бог небо и землю. Если бы этого не было, то и вопроса не было, и нас бы не было. Далее. Господь говорит о рождении свыше. Если кто не родится, не увидит Царствие Божие. Даже мытарство не проходит. Важное, важное для миллиардов людей. Ну, самое важное, может быть, начало мудрости страх Господень. Притча Соломона, 1 глава, 7 стих. Оттуда мудрость вся идет. Если ты не знаешь о том, что будет суд Божий за все отвечать, то как это доказать? Златоуз говорит, очень просто доказать. Очень просто. А как? Ну, вопрос задать человеку. Вы считаете Бог справедливый? Как бы люди не верили бы, да, там, по-другому. Это справедливый Бог, да. А на земле есть справедливость? Все ответят, ее нету на каждом шагу. Смотри, сейчас избрали этого Белоусова-то. Андрея Ромовича, что он начал там делать? Сколько уже генералов арестовано, сколько полковников. И сегодня выступили с тем, что внутри нас, внутри воинских, где министерств предатели, прямо названы предателями. Там кто-то сегодня не спал ночью. Что дальше будет? Важно это разоблачить. Все важно. Но самое важное, что только на земле есть. Быть в единении с Богом. Отец говорит, я и Отец одно. Он один во Святой Троице, мы должны это признать. И далее. Где он, говорит, там и я буду. И что удивительное дело, да и не менее удивительное и другое еще есть, что будем подобны ему. И восклицает толкователь Оу, как у буддистов. Сначала Ом, Ана, Падма, Хума, потом остается одно О под звездным небом. Вот это важное, что он исцелитель, и столько имен, и все оправдываются важные. И поэтому ответить на этот вопрос однозначно, без споры, чтобы приняли, никак нельзя. Его нужно показать. Важное для плоти, важное притворение, важное прикончение мира. И вот тогда и будет. Конечно, самое важное для уже рожденного, когда земля сотворенная, уверовать во Христа и породиться свыше. И быть Вадимым Духом Святым. И быть со Христом Вечным. В этом заключается. Вот такой расплывчатый ответ. Аминь. А вот еще послушайте, вот такой ответ. Можно ли вот так сказать? Вот самая важная книга в мире, это Библия. Да. Самая важная. Самая важная книга в Библии, это Евангелие. Ну, четыре Евангелия. А самое важное событие в Евангелии, это воскресение Христа. Ну да. Ну, если он воскрес, а мы не воскресли, а Господь воскресший упрекал из-за неверия, то и воскресение Христово не помогло нисколько. А вот рождение свыше, когда Дух Святой придет и обличит мир и грехи, и правде, и суде, все человеческие домыслы выкидываются. Вот начинает там это... Ну, есть такие люди, которые большие, грехи маленькие, как бороться, записывать. Ну, знаете, о ком я говорю? Масленников или как его там Сергей Михайлович? Для верующего этого не нужно. Как не нужно? Нужно, но не в этой степени. Верующий, рожденный от Бога, не грешит. Первое послание Иоанну 3.9. И далее говорит, рожденный от Бога, рожденный свыше, не может грешить. Пятая глава, восемнадцатый стих. Вот это наиважнейшее. Жить во Христе в единении с Ним. Говорят, на одном острове как-то попали люди там. Капитан спасся от корабля, разбитого волнами. И он увидел огонек на этот огонек, и пришел. А там сидят люди другой национальности, другой кожи. И он послушал, а не молиться давай. А он в зал засмеялся. Глупые люди, дикари. И тогда один из них вдруг заговорил на английском языке и говорит, я как раз капитан с того места. А эти люди вам сейчас скажут все остальное. И остальное говорят, вот если бы у них корабль не разбился, если бы он не остался живой, если бы он не рассказал о смысле жизни во Христе Иисусе, вы сегодня жарились бы на нашем костре, вы упитанный, запах от вас приятный, в котлетках будет. Вот и все. Самое-то важное что? Что до него тут корабль разбитый. Что капитан верующий был. Видите, этот вопрос, вот допустим, у меня близко знакомый Баптист, и вот он каждый раз задает вопрос, а вот как это? А я знаю на вопрос 16 ответов. И все одинаковые. То есть разная, но одинаковую силу. Я ему называю, нет, не так. Тогда я в конце уже называю это. Вот это так. То есть это узор взгляда на истину. А узор взгляда на истину, это ересь. Я, может, кого-то задеваю тут таким ответом? Николай Астан. Как зовут? Вот вы сейчас про остров-то рассказали. Какие-то там названия можно посмотреть, чтобы почитать эту историю и лучше уже ее самому рассказывать? Ну, не могу я взять. Я узнал об этом, когда обратился, 62 года назад. Что я помню-то? У меня накапливалось... Где-то контакт какие-то, чтобы... Значит, где-то есть это. Я не говорю, где, в каком месте-то. Я это даже не смотрел, когда... Для меня лишь бы это было и правильно было. Я никогда это даже не запоминал. И так уже много раз повторяешь, там тоже, как оно механически запоминается. Я... Позволь мне... Я сейчас... Тут Андрей новый. Пускай он ко мне сейчас зайдет, а то я буду занят. Андрей здесь сидит вот с Бородкой. Он хотел встретиться. Второе. Николай Астахов. Я пару слов. Загляни, что я там написал. Для вас написал. Все видел, да. Видел. Да. Ответь конкретно мне. Я думаю так, что вот у нас был, приезжал тот человек, он буйно одержимый. Закрыть все окна, чтобы никто нигде сразу занести его в черный список, не разговаривать. А вам открыть дверь. Через вас он все узнает. И говорить ему сурово, строго. По-другому нельзя. У него, как у Гришиной, двойственность. Он ложь говорит и тоже забывает, что ее выдает за Божье решение. Он куда угодно пойдет. Разности нету. А вот Рустик здесь есть. Он сознается, что в нем злой дух. А потом начинает подряд клеймить. Сейчас сказали, какие условия его брат Вячеслав. Разрешит ему заходить в чат-рулетку. Никто с ним не разговаривайте. У нас связь будет только через Вячеслава и Елену Гладыщук. А эти уже люди посвященные. То, что я написал вчера, видели про него? Ничего пока не видел. Я еще не видел. Я сейчас только с улицы пришел. Посмотрите, пожалуйста. Сейчас посмотрю. Мы узнали, что к нам должны привести контейнер для книг. Вот мысленно воображай. Длина его 12,5 метров. На дороге где-то дома исследуют. 12 метров. И ширина 2,5. И высота 2,60. А вчера такой мороз был. Мороз. Мелкий дождик идет. Называется мороз. И мы с сестрой Львов Николаевной тут убираем. Куда? Нельзя зайти ему. Никак. Провода везде. А соседний дом там убрали его. Кто строительством занимается, спихнули. Ну, там глиняная земля. Я говорю, вот тут через забор поднимите. Ну, тут хоть до неба поднимай. Кран. Высокий, который там. Такие. Ну, и мы вчера место с той стороны подготавливали. А на пути у нас что? Малина. Вижня. Ревень растет там. Ну, и картошку уже засадили. Это просто квадратура. Вчера мы все с Львовью Николаевну убрали. Я до того промок. А промок у меня колени сразу. И ночью у меня такие судороги давили прямо. Ой-ой-ой. Ну, уже позади. Выйду. Чистое поле. Но привезет. Он еще, оказывается, не куплен даже. Вообрази. Какие у нас замашки. И хочет все это сделать брат наш Андрей. Зять. Елена. Вы знаете, о ком говорю. Алена. Вот такое дело. Вопросы? Здравствуйте, Александр Александрович. Того вот хочу вот-то советского спросить. Вот я вчера узнал о нашем одном прихожане. Вот он на войну ходил. Там все рассказывал. Про какие он его чудеса. Там Божья Мать его защищала. А вчера мне говорят, что он, оказывается, не пошел спасать человека. Он дезертир. Он ему сказал, надо брать раненого. И он побоялся идти. И пошел в другой очередь. Ну, не успел. Он вчера умер. А вот тот даже почти однофамилия. И земляк наш отсюда. И вот как мне вот к нему вот ровно относиться? Когда он подлецу вот просто. Я не пойму. Главное то, что каждую неделю причащается. И это самое вот это меня как-то вот сильно тревожит. Мы на эту тему говорили, брат Александр? Нет. Не работали. Ну, только что имена другие. Одно и то же. В первую очередь мы за это не ответственны. Никаким образом. Дальше. Вы об этом уже говорили. А повторение не всегда мать учения. А бывает отвержение мачехи. И теперь в мире столько разных событий, что мы можем ошибаться. Я слышал такое, что бывает одинаковые фамилии. Люди занимают разный пост. И вот та биография какая есть. И вот вот такая же биография. Но имя одно и то же. И вот с одним был он король, кажется, был. У него биография с другим когда-то в другом государстве была. А слуга подошел, а он сидит на стадионе там это что-то смотрит. И говорит вот действительно моя биография схода, но тот погиб, а я живу. И в это время выстрел и он падает мертвый. Так что еще и время не кончилось. Еще не вечер. Да, он не прав, то другое. Надо талант иметь, как подойти, будут слушать или не будут. Уметь молчать, не показать даже виду, что ты недоволен. Это большой талант, над этим надо работать каждый день. а просто увидеть и ткнуть его и убежать. Тут никакого ума-то и не надо. Он раззадорился. Я к примеру говорю. К примеру, я вас не назвал тут, так что спокойно будьте. Так что есть в данном случае такое, он не прав, но события бывают очень разнообразные. И вот он здесь даже не сказал, ну кто знает, кто такой Бойко Николай. Ну, а Азаров кто такой взятый в плен, комсомолец? И там он дошел до того, что у него одни кости. А работать надо. И когда он пошел там, где-то в лесу были в туалете, смотрит, бумажка лежит. Он бумажку-то развернул, чтобы с чистой стороной это для себя-то. А там отчинаш написано. И он через это уверовал. Разноцветная бумажка. И теперь стал проповедником, после войны поехал в то место другим рассказать. Но он стал баптистом. Ему Бог открыл вот через что. Бумажка. Вот если бы я не интересовался так в жизни своей, где попал, это не лес, я бы не вышел на Евангелие довольствовался тем, что у меня есть. Поэтому скажешь, не скажешь один раз пожалеешь, а скажешь сто раз пожалеешь. Ты должен иметь хотя бы приблизительно. Он ответит так, вариантов пять играя. А он вот так, я вот так. Что получится? Это как шахматная игра. И заранее скажешь, попятился назад, вовремя одумался. Так что будь внимателен, развивай чуткость свою и кругозор ваш будет расширяться. А вы, вот меня спрашивают, а вы как сейчас навстребаете? Я не могу сказать, как, но не больше, как процентов пять. Где-то надо было встретиться. Вот я иду, а на дороге, ну, как где тротуар, написано, насыпана галька. А впереди стоят женщины, вышли и курят. Я думаю, я им скажу или не скажу. А не вижу, как ноги-то, я ногами-то не высоко поднимаю. Я ударил по этому камушку, он летит, и ударил я точно по папироске. И папироска у нее вылетела из рук. Это даже нарочно, эквилибрис это не сделает. Я подошел, напротив, говорю, Курева отнимает 13-15 лет жизни. Да я, говорит, уже поняла на меня, глядишь, опытный человек. На одну папиросу меньше искурила. Улыбнулась, и все. Вот в жизни как бывает. Так, вопросов. Нет больше? Видите, какие мы все знакомые. Если вопросов много нет, это означает, подобрали их эти вопросы. У нас только в сайте, на моем сайте, я отвечаю на 4124 вопроса. Вот вообразите, что это такое? Разбиты на 55 папок. Это в моем сайте. Кто пожелает, на сайт зайдите или ко мне обратитесь. И разбиты на 55 папок. Что бы ты ни подумал, мусульмане найдешь, евреи это отдельно, любовь Божия, работа. И все не мои выдумки, а все со ссылкой на священное писание, на историю мира. Это огромная, огромная работа. Вот мне какую проповедь говорить, я сказал как-то. Сейчас я скажу. У меня вопрос такой. 135-й псалом, кто читал? Вот вы его будете читать? Я первый стих взял и на него проповедь сказал. А там 26 стихов. Я сказал на каждый стих буду говорить проповеди. И так у меня и пошло. В субботу я говорю проповедь на следующий стих. Третий стих будет. Вот понимаешь, какой кругозор Господь дает. Не потому, что я там грамотный. Нет, я просто делюсь. В университете перед занятиями мы всегда пели Царю Небесный Утешителю. Вот Царю Небесный Утешителю души истинной. Я на эту молитву сказал 60 проповедей. Не повторяясь. 60 полновесных проповедей. Вступление. 20-25 минут. Вот там записывали люди другое. А скажут, а вы можете теперь сказать? Не могу. Время ушло. Когда Бог это давал. мне сейчас дано ходить без костыля. Это уже много. А могу ли я сейчас не больше двух с половиной часов спать? Не могу. Я засыпаю здесь. Надо же сходить на то, какое ты, время, обстановка. Ты должен все это мгновенно подумать и сказать. Говорить или не говорить. Особенно это важно, когда ты арестованный в одной камере сидишь, как хата называется. Встрял один раз, двое. Ты прав на 100%. На 100% что тебя зарежут. Нигде не слова. А молись только, как Бог откроет. И даже будут просить, кто из нас прав. Ты отвернись и молись. И все будут знать, ты молишься. Я по этим вопросам могу дать большие лекции, проповеди. Как заходишь в камеру, самое трудное на этапах, как говорить с кем, где можно, где нет, что надо запомнить. Когда стационарами находишься в тюрьме, это целая область. Я когда разговариваю с теми, кто сидел больше меня, священники, Глеб Якунин, Дмитрий Дудко, Саша Огородников, он не священник, но политический деятель, Зоя Крахмальникова, ни у кого, даже близко этого не было. И как, открывали двери, да, открывали двери, я первый день, уже двери открыты, камеры. Стоят охранники с первого этажа, со второго. Уже с первого дня я повел уроки, а отбой в 10, занятия с 8 до 10. Найти, кто не курит, вымочь тщательно руки, даю ему Новый Завет и сам объясняю. Это Бог делает так. Это даже высказать нельзя. Почему? Моего ничего нет, все это благодать делает. У нас боязно даже поделиться благодатью, начинают сразу уприхать, но мне в этом вреда нету. Если на меня нападают, это моя главная должность, наверное, в интернете. Выявить тех, кто не рожден свыше, они все на меня нападают. Они кидаются, как злонравные звери. Вот у меня такой притягательный запах, живительный на жизнь и смертоносный на смерть. Где бы ни был, в каком городе бы я ни зашел, в храме ли я где-то зашел, сразу люди разделяются надвое. И мне тут вопрос задавали, я отвечал, но если кто-то все ваши книги прочтет, что с ним будет? В первую очередь, он не сделается глупее. Дальше. У него появится надежда полюбить Господа всем умом, всей душой, всем разумением и всей крепостью. Далее. У него появится желание стать миссионером, жить бедно, быть довольным. Этого уже немало. если он просчитает мои книги. Люди думали, да кто, как один тут ушел, а там макулатура все ваше, а сам ни одной книги не просчитал. Вот выявляется, я только заговорю и сразу на двое делится, туда или сюда. А почему? Ну, Господь так дает, этим он меня наградил. Ну, я говорю, какое, должность какую Бог дал. А другой, который нападает, он плетет венец, радуйтесь и вселитесь, велика ваша награда на небесах, когда будут поносить имя ваше, как не угодно Господу. Так гнали и пророков бывших прежде вас. Ты за него тоже молись, он плетет тебе золотой венок. Так, кто что хотел сказать? Говори. Можно? Можно. Слышно? Слушай, Алексей, давай. Геннадий Тимович, я читал в этом, в этом, в этом, в этом, в главной этих вопросов, 4 130 вопросов, там один вопрос такой, вы его как бы не продолжили, я его так сильно не понял. Почему? Вот смотря, несмотря на то, что мы христиане, христиане, которые женятся, они выбирают тоже по красоте, ведь должны выбирать, как говорится, духовную часть человека, они, что неверующие, это понятно выбирают, в чем дело, в чем вопрос, неверующие выбирают по красоте человека, ну, жениться, с кем жить, всю жизнь, а христиане тоже выбирают по красоте, ведь мы должны христиане, как бы выбирать, понятное дело, духовную более, чем... ну, понятно, а расширять не надо, дочка, пришло время, и она с парнем познакомилась уже, мама, а как ты папу нашла, как ты полюбила, за что, она говорит, дочка, всему свое время, когда полюбишь, мои доводы тебе уже не нужны будут, ты в нем оценишь, может быть, то, чего я в своем отце еще по сей день не увидела, вот какое дело, Алексей, дело-то это непростое, я там ответил, как... а этого ответа достаточно, это мне студенты, милиции, воинские счастья, где радиопрограммы, телевидение вел, я считаю, могу доказать, по эфирному времени я стоял на первом месте в всей стране, эфирное, нападки были от коммунистов ужасные, ни депутатам, никому столько не дают, как мне, три радиопрограммы, одна онлайн-часовая, это невозможно, одновременно вести занятия в пяти университетах, в тринадцати школах, это вообразить даже нельзя, как Бог делает это, и поэтому сказать здесь, полюбила, что глядели, один говорил так, надо правильно, брать, которые некрасивые, их никто не берет, а ты христианин, на долгую руку, на долгую муху, а песня песня для чего написана, а до чего подтверждается, какой был Давид, как выглядел, какой русоволосый, какой он был красивый, нет, только по любви, так она это, ну это на первое место не ставь, но это притягивает человека, а если человек, ну, не умный, а это, говорит, как золотое кольцо в носу у свиньи, он куда угодно роет, так что расширять тут нечего, расширяй знания свои, и ты увидишь, когда до ел зайдет, какая Алина там тебе понравится, ты будешь там крутиться вокруг нее, а она тебе век не нужна, она будет тормозом тебе, не надо, обходи другой улицей, что для тебя назначено, Господь покажет, она должна знать тебя, она почувствует, это он, вот так, а тут интересно, такой, в виде рассказика скажу, один богатый такой, а дочка-то учится в университете, Екатерина, и она пришла, папа, вот я там сижу рядом, мы с ним пока знакомились, парень такой хороший, вот ты поприми его, поговори маленько, отец ее любит очень и говорит, ну пускай придет, но она вернулась, домой бежит, ну пап, приходил, приходил, обыкновенный лох, но ты послушай, говорит, я ему сказал, дочь балованная, она в Багайских там островах, где, ты можешь дать ей две машины такие, он говорит, как Бог даст, я опять что спросил, как Бог даст, но мне понравилось, как он меня называл, отец ответил ей, что он его называл Богом, так что смотри, какой там Бог будет, а то будет такой, на рогах висеть будешь, конечно, чтобы она была верующая, сегодня так говорит, он как Андрей Кураев говорил, пойди на танцплощадку, познакомься, отмиссионер ее, да не могу, и женись, ну ничего не будет, он сам где-то в бегах, хороший человек, добрый, ответ такой, везде проповедуй, и душа, которая тебе, должна попасть, как сказать, она обязательно встретится, и ты увидишь, может быть она не такая красивая, но ты оценишь ее духовно, и духовное ослепит тебя, ты не увидишь телесную красоту, во всей полноте, это вот часто бывает, и красота не к месту, ты, Алеша, понял меня? Да, понял, ну вот так, держись этого, ищи духовного, и не навязывайся, не гоняйся за ней, там, давай через сестру, там, сказать, не надо это делать, я уже сколько раз тебе говорил об этом, во славу Божию, может быть я говорю, что разоблащаю тебя, нет, конечно, ты сильный человек, живой опыт, ну еще штуку, все тогда, домой рассмотримся, с Андреем заходим, сейчас тогда к вам, так, ну, а сколько фотографий было, там, с корнилем, на меня перешли, а я Николаю Сироткину перешлю, попрошу его, чтобы он сделал крупно ее, да он тогда сказал, что не даст фотографии, но тогда, да, а сегодня, я гляжу, можно, это завершающее, одни проповеди, и будет ли у них или нет, и ничего тут такого нету, а фотография есть такая, ну, там ничего нету, такое, чтобы это, там есть только, где мы стоим на фоне, просто этих, ну, может быть, узнай там, а с книгами стоит, вот там есть фотография, там это, ну да, но это так, она некачественная, но есть, но все равно, выше я посмотрю, и Николаю скину, Николай такой мудрец, он все сделает, как надо, а там где с книгами, я уже добавил такого, а, ну все тогда, вот он Николай здесь оказался, куда, говорится, не кинь, везде друзья, а как иметь друзья, наша поговорка была, Хрущев был генеральный секретарь Компартии, а газета, главное, известие, неправда была, известие, и там главный редактор, Аджубей, и говорили, что не имей 100 рублей, а имей тесте, как Аджубей, мирские поговорки, я просто, показать, как они мудро составлены, один все едет, ничего в магазинах нет, а шофер говорит, в принципе-то есть, он говорит, тогда в принципе меня и вези, там я ее куплю, отошел, и в принципе меня и вези, 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 и в принципе меня и вези,